Привет! Академия Ковалевского продолжает вещать, а сегодня мы потрогаем рекурсии. Что же такое рекурсия? В терминах джавы это когда метод вызывает сам себя. Зачем нам эта рекурсия нужна, как ее использовать, какие могут быть последствия, мы рассмотрим в этом видео. Рекурсия — это такой же инструмент языка джавы, как и циклы или стримы, но для него нет ключевого слова специального и это такой себе островок функциональщины в объектно-ориентированном языке программирования. Давайте посмотрим, как это работает в VDE. Рекурсия может вначале показаться сложным, но на самом деле это простая штука. Попробую объяснить принцип рекурсии на вот этом, как мне кажется, простом примере. Суть его в том, что он печатает на экран поэлементно-содержимое массива alphabet. Как это происходит? Вот этот метод printArray он принимает на вход индекс и этот индекс используют в 19 строке для печати одного конкретного элемента из массива alphabet. Как мы его начинаем использовать? В 9 строке мы ему передаем крайний элемент, то бишь 25. Это как раз Z. Теперь рассмотрим, как работает этот printArray. Перед тем, как он в 19 строке что-то напечатает, для удобства он еще выведет на экран с каким индексом он был вызван. В 14 и 16 строке обязательное условие завершения работы рекурсии и собственно в 17 строке рекурсивный вызов самого же себя. И вот для примера наш первый вызов в 9 строке привел к выведению на экран вот этой строчки с индексом 25. После 13 строки мы перешли в 14 строке условие не сработало. Сразу же проваливаемся в 17 строку и вызываем себя же, но уже с индексом минус 1. Программа передает управление в новый фрейм метода. То есть именно в 17 строке создается новый фрейм метода printArray, в котором индекс на единичку меньше и управление программой уже там внутри него. Внутри него снова происходит печать на экран с индексом на единичку меньше. Снова не выполняется условие. Снова мы доходим до 17 строки. Снова вызываем самого себя на индекс минус 1 и снова управление программой проваливается в новый фрейм метод с индексом 23 на единичку меньше. Итак мы идем, 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 проваливаемся во фрейме метода пока не доходим до 26 фрейма метода с индексом минус 1. И тут-то уже срабатывает наши условия в 14 строке и мы просто завершаем работу метода. Что это нам дает? Завершив свою работу, конкретный стек фрейма сворачивается, управление программой возвращается обратно в 17 строку и дальше выполняется код, который написан после 17 строки. В данном случае это вывод на экран повода сообщения и содержимого ячейки alphabet по индексу. То есть условие у нас работало по индексу минус 1 и мы просто вышли из метода. В следующем фрейме метода, куда мы вернулись, мы уже выполняем 19 строчку и поэтому выводим содержимое ячейки по индексу 0, а это у нас A. После 19 строки метод как бы завершил свою работу, потому что дальше нет кода, это логично. Мы возвращаемся в предыдущий фрейм этого же метода, опять в 17 строчку и снова проваливаемся в 19. Уже печатаем B. И так по каждому фрейму метода, пока мы не дойдем до самой крайней, до 25 индекса, то есть самого первого вызова, который был сделан в девятой строке. Он тоже напечатает на экран сообщение и управление программой вернется вот сюда, в девятую строку. Дальше входа нет и программа вообще полностью завершится. Вот и весь принцип работы рекурсии. Что дает нам этот инструмент рекурсия? Ну, во-первых, он нам приносит функциональную неизменяемость. Что я имею ввиду? У нас внутри метода нет изменяемых переменных, то есть нет каких-то индексов, которые мы случайно или не случайно можем поменять или кто-то на них может поменять. То есть это такой функциональный подход, который для объектно-ориентированного программирования не всегда понятен даже или нужен, но он здесь есть. Второй прелестью рекурсии можно назвать простота. Простота для тех, кто понимает рекурсию. Для примера давайте посмотрим на числа Фибоначчи. О числах Фибоначчи можно почитать в википедии. Вкратце это ряд чисел. Каждое следующее число Фибоначчи формируется из суммы двух предыдущих чисел Фибоначчи. Если мы двигаемся вправо от нуля, если мы двигаемся влево от нуля, то это соответственно разница двух предыдущих чисел Фибоначчи. То есть, например, двойка складывается, вот второй номер числа Фибоначчи равен единице. Почему? Потому что это 0 плюс 1. Третий номер Фибоначчи равен двойке. Почему? Потому что 1 плюс 1. И так далее. Соответственно, седьмой номер числа Фибоначчи это 13. Почему? Потому что 8 плюс 5. А теперь идем в код и смотрим, как это можно вычислить. Рассмотрим решение задачки ОСК числа Фибоначчи с помощью циклов. Итак, у нас есть метод fibloops. Он на вход принимает индекс числа, которое нужно найти. В 14 строке он отсекает отрицательные варианты индексов, а дальше начинаем подготовку к вычислению. Итак, сначала нам надо создать предпредыдущее число Фибоначчи, потом предыдущее число Фибоначчи, чтобы в результате их сложения найти искомое число Фибоначчи. Как это происходит? В цикле, который итерируется до индекса включительно, мы складываем предпредыдущее и предыдущее число Фибоначчи. Соответственно, получаем текущее. Дальше нам надо как бы передвинуть эти переменные. И предпредыдущему числу Фибоначчи мы присваиваем предыдущий, а предыдущий мы присваиваем текущий. Итак, n раз, пока мы не достигнем искомого индекса. Ну и в конце концов возвращаем. Если посидеть разобраться, в принципе выглядит просто. И эта штука даже работает. Вот. По нулевому индексу у нас число 0, по десятому у нас число 55 и по пятнадцатому соответственно 610. Вроде бы правильно. Идем дальше. Теперь давайте быстренько глянем на вариант решения задачи поиска числа Фибоначчи с помощью стримов. Вот у нас есть такой метод типстрим API, который также принимает индекс искомого числа Фибоначчи. Я создал временную переменную result, которую сохранил результаты работы стрима. Что я делаю? Собственно, создаю стрим, вызываю метод iterate, который до бесконечности будет возвращать этот же стрим. На вход он принимает какой-то объект и функцию. В данном случае лямбда. Что я делаю в этой лямбде? Пришедший массив, в данном случае вот этот начальный, я преобразовываю в новый массив. То есть, как бы создаю новый массив, который передаю в пред предыдущий элемент предыдущий. Так же самое, как вот здесь. Видите, я из первой ячейки в нулевую ячейку передаю содержимое. А в первую ячейку я передаю сложение нулевой и первой ячейки из входящего массива. И так до бесконечности. Для того, чтобы нам не улететь в эту бесконечность, вызываем метод limit, задаем этот лимит согласно индексу. Потом достаем из наших массивов, которые у нас крутятся в стриме. То есть, это поток массивов. Достаем из них везде нулевой элемент. Достаем максимальный, который соответствует вот этому индексу. Ну и все. Он у нас сохранен в результате. Естественно, через optional. Ну и достаем его через optional. Через optional это еще удобно тем, что если у нас пришел какой-то неправильный индекс и optional у нас пуст, то мы сразу же можем бросить exception. Вот и все. И те, кто разбирается в стримах, это достаточно простое решение. Запустим реализацию на стримах. Проверим, что она работает. Да, такие работают. Числа совпадают. А вот пример рекурсивного способа решения задачи по поиску числа Фибоначчи. Этот метод на вход также принимает индекс. В сорок девятой строчке отсекаем отрицательные индексы. А вся магия начинается в 55 строчке. То есть, мы сразу же задаем условия выхода из метода. Если наш индекс равен единице или двойке, то мы знаем, что это равно числу Фибоначчи единицы. Почему бы нам его сразу не вернуть? Если же у нас индекс не равен единице или двойке, мы рекурсивно вызываем поиск числа Фибоначчи для предпредыдущего элемента и для предыдущего элемента. Соответственно, сделав им индексы минус 2 и минус 1. Отдельно обозначим индекс равный нулю. Это связано с тем, что здесь условия мы его не можем добавить, поскольку число Фибоначчи по индексу 0 равно нулю. Если нам придет на вход нулевой индекс, который не будет соответствовать этому условию, мы провалимся в рекурсивный вызов, а потом упремся в исключение, поскольку отрицательных индексов мы себе не позволили. Так, проверим, что эта штука работает. Работает. Числа совпадают. Замечательно. На мой взгляд, вот такая запись рекурсивная, она более простая, проще читабельна, потому что мы сразу же видим условия ограничений, потом видим условия выхода из метода, ну а дальше просто рекурсивный вызов. Мне кажется, это намного проще, чем вариант с циклами. Ну или для кого-то это будет сильно проще, чем вариант со стримами. Ну, внимательные слушатели подумали о том, что рекурсивные вызовы не бесплатно, ведь каждый рекурсивный вызов создает новый фрейм методов. И, например, если вот в этом принтере алфавита мы уберем условия выхода из метода, то мы получим stackoverflow error, потому что наш метод будет вечно сам себя вызывать и не настанет никогда ситуация, когда он прекратит это делать. Да, и вот наш stackoverflow error. Отдельно стоит заметить, что при одинаковых алгоритмах работы в рекурсе и, например, в циклическом способе решения той или иной задачи, ну, например, сортировки, рекурсия может сильно проигрывать по производительности. Все зависит от реализации, потому что рекурсивный вызов одного и того же метода, это не просто забивает stack, это еще отнимает процессорное время на создание этих преймов в stack. И поэтому важна глубина рекурсии, условия выхода из рекурсии и еще, что немаловажно, как эта рекурсия используется в многопотоке, в однопотоке. Потому что, например, в многопотоке рекурсия удобна тем, что в каждом потоке, во-первых, своя память, во-вторых, правильно написанный рекурсивный метод не изменяет окружающую среду, не изменяет объект, что особенно важно для многопотока. Так что рекурсия бывает частым другом многопоточность. Но опять же, повторюсь, все зависит от реализации конкретного алгоритма. Всегда можно испортить любой инструмент. Поэтому экспериментируйте, пробуйте, испытывайте и приходите к нам в Академию тренировать свои Java скиллы. Ссылочка в описании.